В ежемесячном совещании приняли участие заместители главы администрации Ленинского городского округа, начальники территориальных отделов, организаций, служб и предприятий муниципалитета. Об оперативной обстановке доложили сотрудники единой диспетчерской службы и МЧС. По количеству пожарных минусы, а по количеству погибших увеличений у нас в два раза. По количеству травмированных в этом году у нас 9 травмированных, в прошлом году всего лишь. Два травмирования, поэтому большое количество вовлечений травмированных. Вот один из резонансных пожаров, который произошел в прошедшей неделе, это неосторожное вращение с огнем газового луна. О ситуации с коронавирусной инфекцией в муниципалитете доложил главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев. На прошлой неделе было зафиксировано 194 новых случаев заражения COVID-19. На дому наблюдается более 6 тысяч человек, выздоровевших 287. Проводим мы также вакцинацию от COVID. На данный момент у нас порядка 71 тысяч человек привиты, это же почти 70% от плана. Также идет у нас вакцинация от ВИПа. На встрече были заслушаны отчеты о работе коммунальных служб. В середине сентября в муниципалитете стартовал отопительный сезон. И на текущий момент теплоснабжение в дома поступает в штатном режиме. Также на совещании было отмечено, что в округе продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий и ремонт муниципальных дорог. Я бы хотел, с учетом мнения контрольной счетной палаты, председателя, организовать рабочее совещание, где присутствовали наши ГРБС, заместители главы. А совещание по простой теме, разбор типичных нарушений, допускаемых при формировании бюджета, внесении изменений в решение о бюджете, выявляемых при проведении контрольной счетной палаты городского округа, экспертиза нормативно-направовых актов. Я думаю, это было бы полезно всем послушать. О Всероссийской Олимпиаде школьников, которые активно принимают участие дети из Ленинского городского округа, рассказала начальник управления образования. Наталья Киселева также проинформировала о работе учебных заведений. У нас карантином вышли 18 классов по 6 групп, продолжают оставаться на карантине 8 классов по 10 групп для школьников, для школьников организовано дистанционное обучение. Также держим на контроле вакцинацию сотрудников. У нас 82% численности коллективов вакцинированных. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Алексей Спаский обратил особое внимание собравшихся на перепись населения, которая началась 15 октября. Важнейшая история, история федеральная. Мы разговаривали с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства. Надо обеспечить, ну скажем так, безальтернативное, без всяких беспроблемное проникновение переписчиков в подъезды. Как это будет сделано, условно централизовано одним ключом, или каждая управляющая компания отработает, но тут должно быть максимальное-максимальное содействие. Также на оперативном совещании были заслушаны доклады о проделанной работе представителей управляющих компаний Ленинского городского округа.